Друзья, в сегодняшнем видео мы с вами обсудим, как же проверить БУ iPhone, то ли iPad, неважно, что это будет в любой версии iOS, либо же это любая модель iPhone. Я вам покажу, как правильно осмотреть все нюансы, как внешне, внутренне, чтобы вы не допустили ошибки при покупке. Добро пожаловать на канал Был Эксперт, с вами Владимир. Добро пожаловать на канал Был Эксперт. Днездозарядки, то есть вы обязательно с кабелем покупаете устройство, даже если без коробки, сразу проверяйте, заряжается, не заряжается. То есть внешне тоже имеет значение, но если для вас не имеет значения, главное проверьте, чтобы в принципе оно в целом работало. Проверить динамики, проверить в принципе камеру, чтобы работала, Face ID, Touch ID, любая модель, на какую вы в принципе присматриваетесь. Это основное, на что нужно обратить внимание. Точно так же SimLatop можно вытащить и посмотреть. И то, что касается внутри системы, что проверить, несколько пунктов буквально мы сейчас с вами и осмотрим. Друзья, остальное вы проверяете, что? Заходите в раздел камеры, проверяете переднюю, фронтальную камеру, то есть основную. Фоткаете, видео также включаете, скажите что-то. Если будет звук работать, значит микрофон рабочий, динамика рабочая, звонок уже можете не проверить. Но на всякий случай позвоните, вставьте симку, чтобы было слышно вас и собеседника. Дальше вам нужно нырнуть в настроечки, опуститься в основные и обратить внимание об этом устройстве на прошивку модема. То есть вот где у нас прошивка модема, если есть циферки, значит уже модем в порядке, никаких ошибок нет. Точно так же обращайте внимание на то, что в настройках здесь вот с iCloud все у нас выедено, вышли, никого нет. Чтобы вы могли ввести свою учетную запись, проверить, а еще лучше сбросить настройки к заводскими и уже активировать со своей учетной записью. Это максимально будет подтверждено. Все, в принципе здесь все закончено. Еще проверить Face ID, код, пароль. Если это с устройством Face ID, если это устройство с Touch ID, точно так же. Зашли, ввели пароль, протестили, чтобы все было рабочее. И все, на этом в принципе здесь все и заканчивается. Еще забыл сказать, по аккумулятору, когда вы заходите в аккумулятор, состояние аккумулятора, вот здесь то, что значение показывает. На моей прошивке 15.6.1, допустим, 90%. На самом деле у меня 92%. Здесь неправильно показывает. Вам нужно подключить к ПК, скачать программу TrueU Tools и там все точно покажет, сколько циклов и какая действующая емкость. Самый простой способ проверить на верлог или же это R-SIM. Просто заходите в настройки, основные об этом устройстве, опускаетесь ниже, ищите пункт SCC ID, вот этот. Вот если у вас первые цифры не 89, 38, а какие-то другие, значит это R-SIM, Never Lock, начиная в Украине вот с таких цифр. Чтобы вам нужно было обратить внимание, точно так же обратите еще одну особенность. То есть, если это был устройство, допустим, старенькое, на iPhone есть такая фишка, что всего три раза можно создать одноэтные записи на одном устройстве. Apple устройстве, попрошу заметить. И вы сразу же, если у вас нету iCloud существующего, вы попробуйте на этом телефоне создать. Не нужно там вестись, там потом создадите, там времени нет. Обязательно это проверьте, потому что уже может быть ограничение, четвертый раз вы не создадите, и для вас это будет также проблема, будете кого-то просить, чтобы вам создавали. Вот на это обращайте внимание. Все, R-SIM я также их не признаю, для меня Never Lock это есть номер один устройство, купил и пользуешься, никаких нареканий нет. Не нужно никаких R-SIM и так далее, и так далее. Вот и все, что вам было необходимо знать, пользуйтесь, рад вам помочь. Подпишитесь на канал, прожмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии, я на все их отвечаю. Дальше больше, скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok